Привет, дорогие подписчики! Сегодня я хочу рассказать вам об очень простом дизайне. Это градиент. Но я уже говорила, что люблю его зарисовывать, так как он получается неаккуратным. Но не в этом случае. Когда-то я купила себе вот такой вот золотой лак. Именно для такого дизайна, о котором сегодня пойдет речь. Посмотрите на его структуру. Он не плотный и у него очень мелкие блестки. Это то, что нам нужно. Видите, он ложится не плотно. Чаще всего блестки очень плотные и на поверхности образуют больше цвета. В этом случае нет. Это лак очень недорогой. Golden Rose. Номер у него 318. И как основной цвет я выбрала лак-калейдоскоп фирмы El Corazon. Называется он «Искушение лакоманьяка». Очень красивый цвет. Мне почему-то напоминает цвет сливы. Все остальное, в принципе, как я уже рассказывала, в лаке-градиенте. Нам нужен спонж. Вот у меня такой уже. Часто пользуюсь им. Я наношу золотой лак на спонж. Такой квадратик. Он впитывается. И теперь по хлопающим движениям я наношу от кончика ногтя и где-то до середины. Вот я захватываю и боковые части, иначе будет неплотное покрытие нити. Теперь я продолжаю делать то же самое на остальных ногтях. Вот у меня лак уже почти закончился. Я наношу еще на эту же точку. И продолжаю делать так с остальными. От кончика и к середине. Чтобы у нас получилась такая растушевка цвета. Вот. Основной цвет я наношу на кончик. Чтобы вам было лучше видно. Сейчас разверну ногти. И со всех сторон я стараюсь его покрасить. Опять наношу цвет. Лак очень жиденький. И, как я говорила, неплотный. Поэтому приходится его наносить более часто на спонж. Можно еще больше. Прям самый-самый кончик. Давайте я покажу. И нанести на него еще больше золота. Чтобы прям был как френч. Но прям вот на самый-самый кончик. И то же самое я делаю с правой рукой. Наношу от кончика. И до середины примерно. Может даже чуть больше. На первый слой мне хватает на все ногти. Одного-двух нанесений лака на спонж. Вот мы опять подготовили. Для основного. И продолжаем. Уже наносим побольше. И от кончика чуть дальше. Но не заходя на все покрытие ногтя. Этот маникюр делается дизайн очень быстро, просто. Самое сложное. Нужно ровно накрасить ногти основным цветом. И стараться высушить его до конца. Иначе спонжик будет отпечатываться своей структурой. На лаке. И это будет очень красиво. Будет неровный лак. Нам это не нужно. Похлопывающее движение делаем аккуратно. Сильно давить не надо. Опять же, чтобы не отпечатывался спонжик на лаке. Все, что у нас попадет на кожу, ничего страшного. Мы всегда воспользуемся ватным палочками или диском. И берем то, что у нас попало на кожу. И еще раз. Прям самый-самый кончик. Вот и все. Вот что у нас получилось. Этот дизайн очень красиво смотрится. При этом очень просто выполняется. Подписывайтесь на мой канал. И будем делать с вами еще более красивые дизайны ногтей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!